Большое спасибо за приятную еду и вкусный чай и сок. И начинаем вторую часть нашего дня. Еще будет наверняка и третья, и четвертая. Я думаю, мы будем сегодня долго работать, потому что у нас очень много профессиональных вопросов, которые мы будем сегодня заниматься. И включаем нашу энергию. К высшей филе. Чтобы она была с нами и чтобы у нас все удалось. Значит, меня спрашивают, какая у нас домашняя страница. Во-первых, организация, которую я руковожу сейчас, одна из организаций, которая занимается как раз в Балтийской солнечной модели, называется Балтийский солнечный фонд. И у нас, перед тем, как мы сделали этот фонд, уже была эта страница, которая называется Латвия из република, точка инфо. После точки не элбер, как у Латвии обычно, но инфо. Это то, что надо запомнить. И Балтийская солнечная модель – это научная, не политическая и не религическая концепция. Это просто мы ищем правду. Мы ищем людей, которые нашли какие-то куски матрицы правды, чтобы сложить, наконец, правду. Потому что сейчас очень много фиктивной науки, да, просто в интересах корпораций. Чтобы от этого освободиться, много даже не надо. Но самые важные струны правды, чтобы защитить наш народ и жизнь на планете. И по-английски есть намного меньше версия, да, но есть страница nationalstate.info. Также есть канал на ютубе. В нем 800 видеоклипов уже. Он называется Free Latvia. Значит, вы спрашивали, где все видеоклипы. Там есть и по-русски информация, да? А все видеоклипы появятся на Free Latvia канале в ютубе. Вы записываете? Вы как раз хотели знать. Вы хотели этот вопрос. Вы записали Free Latvia, да? И по вопросам радиации у меня есть еще один канал, который называется Radioactive BSR. Radioactive Baltic Sea Region. Там в большинстве по-английски и очень сильные научные концепты, потому что я работаю вместе с Christopher Busby. Он человек, который защищает вообще, можно сказать, планету, как один человек-армия. Потому что эта балтийская солнечная модель, это что-то такое, что сделает любую единицу, которая начинает употреблять эту модель компетенции, очень сильной. Потому что она дает компетенцию во всех важных, ключевых лучах полного солнца компетенции. Потому что человек становится абсолютно очень компетентным, да? Я просто хочу вам показать, что я и Christopher Busby три года назад, когда мы сделали нашу первую лекцию в Латвии, и это мы стоим вместе, как этот московский, знаете, фильм, Мосфильм, да? Мы стоим, да? Что мы вместе сейчас сделаем настоящую науку, настоящую там мы купим. Холкозница и науку. Да. Это Бонарс, нет? Нет, это Chris Busby. Это Chris Busby. Но вы можете просто сами себя почувствовать тоже, да? Потому что каждый человек может сделать очень много, если он себя включает как свободного, сильного, компетентного человека. И у нас огромные силы. Просто надо открыться им и стать... Я труб, да? Стать... Как это? Аукстака, аукстака, из паузы. Как это по-русски, да? Выражением высшей силы. Выражением высшего духа. Выражением высшего духа, да? И мы знаем, как открыться, и тогда мы... Выражением высшего духа. Но это Christopher Busby, значит, и он, значит, мы актор вот этой... Вместе с ECRR Group, да? Это модель. Одна книга с моделью, где правильно осознаются риски радиации. Сейчас в мире все государства используют неправильную модель. Она просто криминальна, потому и японцев не выводят из... Потому что они из... Неправильные. А тут правильная модель. И это одна книга может изменить весь мир. Если правильную модель использовать, да? Тогда во всем мире надо будет закрыть атомные станции. Потому что сейчас они в несколько тысяч раз уменьшают риски неправильной моделью. И по этому же самому принципу. Значит, это самый сильный концепт в мире, как исправить ситуацию с радиацией, да? И по этому же самому принципу мы делаем модель, солнечный модель баллов. Просто мы ставим не только радиацию в эту модель, а мы ставим все ключи компетенций, и всюду ставим правду и решение правильное. И создаем матрицу правильных решений на все ключевые вопросы нации и сохранение жизни. Вот такой инструмент. Он большой, и потому я так обрадовалась, что у нас тут есть математик, да? Потому что там, чтобы создать решение, надо все-таки и индексы разные, чтобы математически тоже находить самые решения с высшей, с высшей гандарой, как это? Удовлетворением. 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 С высшим квалитетовым удовлетворением. Во всяком случае, один человек, который становится компетентным, может остановить весь мрак, который сейчас огнял планеты, да? И тут это вторая книга тоже, которую... Это как раз 19 компетентных научных работников и их работы из Лезвосконференции, да? И там... Там, понимаете, это просто... Ну, страшно, что от людей скрывают. Это криминальная наша система, которая на нас села. Например, тут это мускул сердца. Если в него попадают... Тут фотография радиоцезия в мускуле сердца. И эти пыли, они разлагают мускул, да? Этот мускул превращается как, ну, в кашу. И инфаркты. У детей инфаркты в Японии, да? А их не высылают оттуда, как из Чернобыля выводили людей, а в Японии не выводят. И также это геноцидальная научная схема. И она поставлена не только в радиации, она поставлена на всех лучах компетенции, да? И тут, например, это ножницы геноцида, которые показывают, как после каждого ядерной катастрофы демография идет вниз, рождаемость, да? А мертвенность идет вверх, да? И это не только в Беларуси. Смертельность. Да. Статистика смерти, да? Это Юрий Бандашевский, изумительная работа, да? И не только рак, который индикатор заболеваний радиации, но как раз инфаркты. Это самая большая группа, да? И там абсолютно все заболевания от радиоактивной пыли. И она и с фукушема идет, и мы ее тут тоже вдыхаем, да? И она ложится на нашу капусту на огородах, да? И... Ну, у нас еще тут ничего себе, ну, понимаете, что там происходит в Японии? И их не вывозят, и им даже не дают визы выезжать, жить в других местах. А у нас тут вот там эта схема экономического киноцентра, да? И... Но мы сейчас не будем говорить так много о нашей беде, будем говорить о решении. Как их выбраться из этой страшной научной схемы? Значит, это вот этот принцип солнца, да? Где один луч, этот принцип солнца состоит из 14 блоков. Это такая детская, детская прямо картинка, да? Где в один маленький картошечку можно заложить 14 спичек. Потому что 14 только потому, что это математически получается самое жидкое солнце, это 14. Просто такая геометрия. И где же эту солнечную модель Балтов можно использовать? Эту матрицу компетенции, когда мы ее поставим все вместе, да? Надо найти самых компетентных людей, которые знают действительно правду, да? И вместе только мы можем поставить. Нет такого, что один человек это может сделать. Значит, самое главное. Мы сейчас раздроблены, мы даже не знаем, что важно. Люди свое время теряют, но Бог знает что. Но только не то, что им дает решение, чтобы править этой территорией, да? Значит, солнечная модель Балтов покажет вам сразу, что важно, а что не важно. Вы там видите, что надо делать, чтобы стать управителем своей территории и контролировать свои ресурсы. Так же дает общей целью, потому что у нас, у Балтов, есть проблема в том смысле, что у нас нет религии, у нас нет общей, типа, у нас есть образ жизни, как он называется, да? У нас, у вас тоже так же, да? Надо сделать опять, чтобы у нас были комнаты, где встречаться. И даже храмы. Сейчас это не сделано. Это надо изменить. У нас в Латвии сейчас нет ни одной комнаты, где мы можем делать... Вот тут мы тоже встречаемся сегодня, да? Потому что мы просто выкрашиваем, потому что денег ни у кого нет, да? Нет ни одного храма для балтийского народа, который тут живет тысячи лет. Это один важный шаг, чтобы... И, значит, если мы бы могли собраться и сказать, это наш образ компетенции балтийства, солнечная модель Балтов. И у нас теперь есть общая цель создать эту... Тогда у нас, мы можем сказать, и чтобы реализировать ее, нам нужны храмы, нам нужны ресурсы. Почему у других есть религии и храмы, а у нас нет? Нам надо это изменить, чтобы у нас не была религия, но были ресурсы, да? Как наш образ жизни воплощать. У нас сейчас проблема так, что у нас нет ресурсов. У нас есть умственный дух, но мы оставлены без дома, без земли сейчас, да? Зачем вам ресурсы для храма религиозного? Не надо, я не сказала такое. Я сказала, чтобы у нас была одна цель. Если мы делаем инструмент компетенции, каждый может вносить свою компетенцию, но ее надо назвать как-то, не религией. Вот такое предложение, давайте назовем ее солнечной модель Балтов. И туда все тащат свою компетенцию, вкладывают. И все тогда начинает разрастаться. Ну как-то надо сделать общую цель, общую методику, как ресурсы своему народу создать. Сейчас у нас просто нет ее. Да у нас религия, это вот... У религии есть вот этот механизм достать ресурсы для своего восхищения. Это есть у христианства, это есть у юдаизма, у них есть финансовая система, у них есть материальные возможности. У нас это искажено в таком смысле, что все стало только, вот мы говорим напрямую, с высшей силой, но это не материализуется, потому что нет материализации структуры, механизма, как народ защитить и материализовать наши ресурсы, чтобы они были при нас. Потому что приходят тут пришельцы со своими религиями, со своими методиками, и у них все обрастается, потому что у них есть механизм власти, ресурсами. А у нас нам надо его создать. Вот солнечная модель Балтов такой механизм, да? И он может дать нам общую цель и общая типа... Это как сосуд, куда мы можем влить свою энергию и увидеть, наконец, результаты своего труда. Как Вы объясняете, почему нужен механизм, матрица, модель? Если... Чтобы нам надо было цель, или... Это сосуд, это сосуд, это сосуд просто. Такие механизмы мы выберем, захочем. Это мы будем вместе решать, да? Которые самые хорошие, и надо учиться других. Для народа, чтобы каждый, что может подключиться, это есть слово толка. Как по-латвийски не знал. Толка, да? Толка. Когда все пришли и что-то сделали, и опять разошлись. Я субботник. Вы видите ли как? Почему такая специфика? Сейчас мы пойдем в банковский вопрос потом, на когда я расскажу вот общее это. Я еще одну. Я только закончу, отвечу сначала. И почему у нас такая проблема? Потому что, видите ли, у нас даже нет специалистов, настоящих по банковским вопросам. Потом я Вам покажу этот видеофильм. Человек, который будет эту систему улучшать, он будет евреем. Потому что даже самые умные литовцы, латыши, англичане, они не знают, что там происходит в этих банковских системах. Потому что банковская система и финансиальная система принадлежит механизму еврейской общины. И это сделано так, что некоторые этнические группы занимаются одним, другие другим. А мы обычно были народом, который занимается землей. И потому мы не имеем полный спектр ресурсов. Нам надо иметь полный спектр механизмов и ресурсов. Чтобы в каждой нации были абсолютно изумительные банкиры у каждой нации, абсолютно изумительные медии у каждой нации, абсолютно изумительные юридические системы. Чтобы никого нельзя поставить в рабство. Это такая универсальная вещь. Называется солнечная модель Балтов. Чтобы не только у Балтов она могла быть, но и у любой этнической группы. Чтобы просто расплавить эту этническую оккупацию некоторых важных функций в мире. Ответила на Ваш вопрос? Ну, банки истарят в рабство не только нас, но и всех остальных. Ну, в том-то и дело, у каждой этнической нации должны быть изумительные специалисты по банковской системе. А сейчас несколько. Банки истарят в рабство. Сами в рабство в велики. Банки истарят в рабство, образовавшиеся, как-то не выяснилось. Поэтому их не надо уничтожить. Банки не надо уничтожить. Надо уничтожить махинации, которые находят в банке. Вы, в словах, понимаете, что у них есть деньги. Деньги есть инструмент пропущения. Но это неправильно опять. Я экономист. Я хочу сначала вам скажу, что я экономист. Я изучаю решения уже 10 лет. У меня магистры в градусе из Сокольевского университета. Я когда этот ответ сказал, получил электрошок и решетку. И отсюда вышел. Поэтому, еще раз говорю, банки и есть поработители. Сейчас. Правильно. Но есть другая система банковская. Ежинские. Там ежинские. Беспроцентные банки. Какие? Свара. Мы должны фиксировать общее количество денег и ими управлять местом. Да? Да. Вот во время смертонного тогда было, тогда это и было сделано? Не было. Не было. Да, не было, не было. Надо лучше сделать. Этого никогда не было сделано. Но я извиняюсь, мы сейчас закончим вот этот вопрос, да, потому что мы банковский вопрос сейчас пройдем. Еще не забывайте, что есть кредитные унии, где это отличие от банков. Да. Это там уже корпоратив. Да, да. Вот что, что нужно. Ну, как раз так, да. Это в том смысле кредитовые унии, да. Но я их тоже самое называю банками. Это, ну, это дефиниция, это надо говорить. А банки, банки точно, если это пропущение. Да. Знаете, что, дорогие друзья, я сейчас просто слушаю, да, в дискуссии, и я как-то, кажется, забыл, пропустил, поставил пункт на «и». То есть, ну, как обуть ребенка, да, ну, делать оппозицию, ну, давайте делать оппозицию, другой банк делать, делать другую экономику, давайте кормить этих паразитов. Ну, мы сейчас доехали в другую, в следующую, в следующую, в следующую, в следующую, в следующую. Не надо там строить, а если строить, то лучше использовать, чтобы природа построить, леса, там, века, там, собираться. Да. Я извиняюсь, вы сейчас доехали в дискуссии, да, а я не смогла вам даже начать, показать, что такое Солнечка. Может быть, без вопросов, пока я закончу, расскажу вам, чтобы у вас эта модель рада, чтобы вы ее заимели, да? Да. Значит, еще Солнечную модель балтов можно использовать для того, чтобы сделать новую эру Си-Ви, называемую, да? Как это? Как это? Как это? Биография. Вы понимаете, да? Профессиональная биография, да? Там просто по всем блокам важным надо создать вопросы, чтобы люди, которые... Ты сразу видишь, будет ли он лояльный народу, будет ли он любить народ. Это самые важные вопросы. Сейчас вообще не находятся в Си-Ви, да? Но там еще другие вопросы выходят. Потом еще почему надо Солнечную модель балтов? Как ее употреблять? Ее можно употреблять, чтобы сделать референдум нового общества. Вы слышали? Референдум нового общества. Вы, мы, никто, ни один раз в жизни не выбирали это общество, в котором мы живем. Никогда. Даже политики, даже банкиры, на которых мы плюем, никогда не выбирали это общество. Мы все живем в обществе, которое мы не выбрали. Чтобы это изменить, и это действительно очень важно изменить, можно создать на все эти 14 блоков компетенции, создать их математически, моделировать. Мальчики, слушайте, это вот как раз по вашей специфике, да? Смоделировать во всем 14 блоков компетенции например, 7 вариантов следующего компетентного государства, где народ управляет, как это в Конституции сейчас записано, но механизм не сделан. Значит, мы делаем референдум на 7 смоделированных версий общества. Все они уже, авансированные технологии доказаны, наверняка будут, ну, хорошими, да? Это можно смоделировать, это мы ведь живем в чудесном, развитом мире, да? И, наконец, что тогда народ выберет одну версию, даже если она не самая хорошая, и она не будет самая хорошая, потому что народ сейчас не образован. Но для начала, ну, хоть какую, будет намного лучше, да? И потом, те, которых в Сайму выбирают, они реализируют модель общества, которую народ выбрал. Наконец! Сейчас они туда заходят и делают хрен знает что. У них нет никакой обязанности, ничего. Во-первых, у нас это не демократия, у нас сейчас диктатура банков, которая прячется за партократией. А партократия — это власть 1% людей, которые в партиях, да? Так что тут говорить о какой-то демократии — это просто ложь. Просто ложь. И, наконец, потом, если выбирать людей в парламент на выборах, тогда должны быть совершенно другие выборы, где действительно всех можно выбрать в парламент, да? И по этому новому CV, где видно лояльность, значит, новый CV может находиться в интернете. Все, которые хотят быть при власти, они должны заполнить 100 страниц о своих предках в несколько поколений, о своих кредитных карточках, о своих работодателях, всю свою историю. И чтобы народ сидел и смотрел их CV на 100... И все, что они обязуются, тоже там, во всем 14 блоках компетенций. Как они не делают, что они обязовались в этом интернет-CV и сами выходили. Ты посмотри, что ты обязался. И также мы тогда видим, какие у них лояльности в этом интернет-CV. У вас тоже скоро будут выборы, да? Паш Валдыев. 14 октября. Вот, пожалуйста, надо очень быстро этот интернет делать, чтобы... А нашим соседям украинцев, у Украины 28 октября выборы такие же. Вообще-то вот проблема у нас так, что у нас нет ни одной... Вообще ресурсов. Нас оставили совершенно без ресурсов, да? Так может показаться. Но мы еще живые. Мы еще люди живые, гномы, как я их называю. А я жила в Швеции 17 лет. Там уже люди совершенно... Несколько поколений у рабами уже работают. Там вообще надежды больше нет. Они считают, что это нормально так жить рабами. Они даже не помнят, как можно иначе жить. И это нашим детям уже отразит. Дети тоже наши уже не понимают, что если жить можно иначе. Потому что это надо сделать нам и очень быстро. Как еще можно использовать солнечную модель Балтов? Ее может использовать все институции. Например, нам не надо делать никакой революции. Это просто эволюция. Мирная, любящая эволюция. Мы создаем этот солнечный Балтов, компетенцию туда. И требуем, чтобы наконец-то органы власти начали делать компетентную. Потому что мы можем сделать декларацию общую. Что мы уже живем достаточно в геноцидальной... И мы не соглашаемся больше. И так как мы один из самых маленьких народов в мире, у которых есть свои государства, мы можем потребовать 10 лет рехабилитации. Потому что мы просто умираем. Мы просто умирающая нация сейчас. И эти институции, которые сейчас тут уже находятся, которые очень недоверяемы там, но мы можем потребовать, чтобы они начали использовать солнечную модель Балтов, в которой находятся 14 лучей... Тейкумс, как это? Нравственный... Компас. Это нравственный компас. И они должны это требовать. И нам надо создать ресурсы, чтобы были и в интернете доступны курсы, как его использовать. Как все могут очистить систему мирным способом. Без какой революции крови и проблем ненависти. Потому что эта модель, она работает очень мило. Вот так же, как вот этот звук звучит, да? Просто есть решение. Оно очень приятное. Игры очень нравятся всем волкам. Особенно если муха брала. Пусть это. Почуют заранее. Да, да, да. Я знаю все аргументы против, да? Но они хотят жить тоже. И когда воздух уже становится таким, да? Тогда просто доказано, что их система не работает. Ну, приемте, сколько там палатов уже стоят против этих еврейских банков. Да. И еще можно этот инструмент использовать, значит, чтобы создать... Америка первая страна, признающая конструкцию. Чтобы создать хорошую денежную систему. И, может быть, не банки, а как вы сказали, как назывались по-русски? Кредитные унии. Кредитные унии, да? Чтобы это... Нам тоже придется сделать какой-то международный цикл переговоров, чтобы вернуться к здоровой валютной и денежной системе, и там надо делать что-то похожее на фрэйтон Буц-2, чтобы вернуться к... И для наших стран, у нас ведь очень богатая земля, у нас одни из самых хороших земельных урожаев. Для нас было бы хорошо не иметь золота, как денежную стандарту, а корзину экологических продуктов. Это очень тоже реальный вариант экономический. И, значит, теперь зайдем, я быстро прочитаю просто вот эти 14 лучей компетенции, да? Первый, это значит, чтобы сделать дизайн системы, по которому народ будет, наконец, расцвести, и у нас будут большие семьи, и дети не вернутся из-за границы, да? И чтобы все ресурсы, которые тут сейчас просто уничтожаются и стоят пустыми, дома, чтобы они опять были полны жизни и все зацвело. Первый луч. Первый луч компетенции. Он как раз дуалитет свободы, чтобы не было рабства. Там этот луч очень объемный, так как свобода, она тоже довольно объемное слово, да? Это может быть свобода птичьих и свобода хозяина, да? И рабство тоже очень объемный концепт, потому что в нем находится раб, рабогнатель и рабоиметель, да? И все три этих рабо-слоя, ни один из них не свободный человек. Так что, когда мы злимся на тех, которые сейчас построили эту пирамиду, не надо на них злиться, они тоже несвободные люди, да? Мы их освободим, потому что у нас есть концепция, и у нас есть энергетика любви. В Кимиро тоже был план. На каждом концлагере было написано «Арбай, арбай». Кстати, это совершенно справедливое решение, но, думаю, это было немного так было. Значит, второй луч. Второй луч как раз лучше юридический, и чтобы создать правовую гармонию. Так что мы не согласимся ни в какой анархии, потому что сейчас все критикуют, критикуют, и создаются просто анархии, потому что все плохое. Нет. Солнечная модель Балтов – это порядок. Порядок мира и любви. И высшие компетенции в любом уровне компетенции, да? И там, значит, надо и всю юридическую систему поставить правильно, и надо, конечно, отказаться от системы партийного строя, да? Потому что партократия – это не демократия. И нам надо действительно создать живую народную демократию, да? И третий луч – это социальная защита, и это система, в которой все люди имеют базовый доход. Это по-русски, я не знаю, как это сказать, это citizen salary по-английски. Зарплата – это горожане на кэр. Зарплата – это гражданская зарплата, да? Зарплата – это гражданская зарплата. Ну вот, значит так, чтобы избавиться в модерном обществе от рабства, есть изумительный инструмент, все получают минимум без такой работы, да? Это социальный минимум все получают. Если люди работают, они получают намного, намного раз больше, да? И тогда мы, какие сейчас зарплаты тут, это уму непостижимо. Я жила 15 лет в Швеции, там в 7 раз больше зарплаты. А почему тут так, да? Это где в союзе был стандарт, а тут какой-то геополитический фашистский, да? Это надо, конечно, изменить. Это просто… И это, значит, социальную защиту можно и избавиться от рабства, ставиться через эту методику. И также туда заходит, что люди возвращаются сюда, да? Социальная защита. Как мы ставим хороший уровень зарплаты и социальную защиту, люди возвращаются и будет демографический Устлахумс. Как это? Устлахумс. Рассвет. Рассвет, да. Четвертый луч. Это денежная система, которая служит народу. Это не ауглер, да? Как это? Растовщики. Это не растовчическая денежная система, которую мы сейчас имеем, да? А денежная система, которая служит народу. И с национальной валютой, которая, конечно, тут и имитируется. В каждой стране страна сама имитирует, они сейчас за рубежом все должны имитировать и так далее. Можно вопрос. Зачем национальная валюта? Ну, может быть, я не буду сейчас опять на все вопросы. Потом, чтобы был контроль, чтобы был контроль над механизмом. Нет, зачем национальная валюта? Потому что это единственный способ, как самим контролировать. Сейчас все валюты контролируют только Federal Reserve Time. Потому что государственную систему, государство должно контролировать только государство, а не какие частные лица или заграничные лица. Этого допустить нельзя, потому что они все разворовывают. В принципе, это евро переходить не так. Некогда не надо. Можно быть так, что наша система хотит перейти. Мы никогда не хотим перейти. Контролируем. Власть государства над системой. Власть? Или можно за мной... Мы сейчас посмотрим, специалисты на видео ответят на ваши вопросы. Мы не зайдем в этот вопрос. Сейчас закончим модель. Закончим сейчас модель. Потом будет вопрос о банковской. Значит, и пятый луч. Это как раз глобализация, национализация. Глобальная, локальная. Это дуалитет. Чтобы народ был защищен от глобального, но в контакте все еще. Это такой луч. И чтобы не были... Как мы сейчас... Там очень важно сделать хорошие коммуникации и баланс с милитарными структурами, и чтобы защититься от глобальных коопераций. И сейчас, к сожалению, мы находимся в такой глобальной тоже милитарной корпорацией, которая называется НАТО, которая очень тоже странная организация. Но мы не успеем об этом сейчас поговорить. Шестой луч. Это луч, который балансирует все лучи. Потому что, чтобы сбалансировать все лучи, там нужно тоже огромные инструменты, чтобы все так хорошо вместе сходилось. И чтобы создать этот покой и гармонию, и баланс между внутренним и наружным, и собой, и другими. Надо помыть местам, а то, чтобы он был последним. Это не важно. Они все важны, эти лучи. В конце будет самое интересное. Есть еще поинтереснее. Баланс в конце будет. Ну, это не важно. Они не в том смысле первые. Они в этом все... А без баланса вы не дойдете до конца, если что? Они все очень важны, да? И на седьмой, между прочим, седьмой луч, он вообще забывается в этой системе. Это луч физиологии жизни. Вообще защита жизни. Жизненных механизмов этого чуда, который вокруг нас. Вот эти все живые организмы, которые вокруг есть, они сейчас ежечасно умирают тысячи видов на планете, да? Исчезают. Исчезают, да, и люди генетически дегенерируются уже из-за радиации и других гемикатов. Целая матрица. Целая матрица поставлена в химическом отравлении на на живую среду. Значит, седьмой луч – это физиология жизни, защита ее и жизнь даба, как это? В природе. Чтобы обратно податься в природе. Потому что сейчас нас загнали в концентрационные лагеря в города, всю землю украли, и люди просто… И не только люди. И ведь наши животные, нас леса вырубают, им негде жить уже, животные тоже, птицы, да? В Англии нет больше маленьких птичек. Мы сейчас ехали сюда, там были такие стаи, просто было так прекрасно смотреть, как они в Литве, прямо туманами, стаями, такими большими… Хлаус, как это? Аисты идут там? Маленькие птички. Они были большими тучами, большими тучами там, не ли? И восемь больших стай аист, не аисты, а аисты. Так красиво сейчас… Мы такие богатые люди, у нас эта территория такая прекрасная, нам надо только ее взять обратно, да? Потому что у нас все в банке сейчас. И тот же самый луч, это луч плодовое, как это… плосеку плодотворности, да? Чтобы опять у нас были большие семьи, и чтобы вся живая среда могла опять петь и любить друг друга, и размножаться, да? И восьмой луч – это национальная идентичность. чтобы… Потому что сейчас у нас методологически делают чем-то анонимным, чем-то без национальной идентичности. И я уже живя в Швеции, досмотрелась, что там происходит, когда люди просто теряют эту прекрасную культуру, которая у нас есть в Швеции, и ее больше не видно. Там нет никаких фестивалей, песней, танцев, там нет… Там просто вот этот рок и диско и все такое анонимно, нейтрально, ненародное, да? И люди очень становятся рабами тогда легко, потому что у них нет вот этого механизма ценности и… тыкуми, как это было? Здравственности. Здравственности, да? А как нет? Потому что у нас это есть уже из древних времен. Нам этот компас там, он у нас, и мы его сохранили. Они уже потеряли, у них даже если сейчас у них в парламент зашли национальные силы защиты, их фашистами называют. Там уже вообще быть националистами фашизм не называются. Я не могу, я не могу сказать. Значит, у нас в Литве есть закон государственной опеки этнической культуры. Ни в одной другой страны Европы такого нет у вас. Особенно в Швеции должно это быть, но не допустят там. Нет, не допустят. У нас в Латвии, по-моему, нет такого закона. У вас тоже нет такого закона, но общими усилиями можем сделать. Да, да. Задарите нам законы. Будем сейчас обменивать все, что у нас есть. Пожалуйста, свободно на интернете. Да. Вот что у нас на цель создать хорошую систему. И у вас не то, что мы там уже планируем сблизить в одно государство, но сделать хорошую систему в обоих государствах. Где-то когда могу про это прокомментировать? Ну что, смотрите, сейчас я до восьмого Луча дошла, но там еще и есть очень важный 14 Лучей. Восьмое у нас сейчас. Там исходит, конечно, генетика. У вас кто-то о генах вообще разрешается в политическом уровне говорить? Не будет, конечно. Это запрещено, потому что генетика подлежит уничтожению. И у нее нет защитного слоя вообще. И там мы можем как Балты, как народ, который уменьшается, как и вообще сейчас европейское общество уменьшается, нам надо поставить и потребовать на мировом уровне защитную зону. И не только этнический, но и генетический. Так вот где-то и все. Значит, эти три актные станции, которые будут, которые строятся рядом с нами, и там выбрасываются такие частички радионуклиды, которые не ловятся никакими там фильтрами, никакими приборами, и они действуют на генетику. Газы, да? Да. Да? Как раз? Это жуткая вещь. Это плохо, да? И, значит, идем дальше. Девятый луч – это как раз ресурсы земли. Ресурсы не только земля, но и индустрия, и все, что находится в земле, и вода, и растения. Да, да, и все ресурсы, которые находятся в нашей территории. Да? Сейчас мы даже не знаем, потому что сейчас информация о том, какие тут ресурсы у кого? У частных фирм. У банкиров, да? И тут я хотела немножко еще добавить. У меня немножко другая информация, чем перед этим говорили. Перед этим Андрис говорил, что Ватикан с City of London банками вроде противоположные. Правильно ты так сказал, да? Нет, это не военно, но это три ножки одной скамейки, да? И пока эти скамейки держатся, у равновесия и порядок. Ну, можно сказать, к рекламному слову. Но, как я уже сказал, то политика, которая проводится и Контагоном, и Лондон-Сит, это политика… Ну, Ватикану не нужны ни мертвые люди, ни люди с чипами на руке. Ватикану нужны люди свободной воли, которые могли эту волю, значит, в этой воле обратиться к церкви. Поэтому, в кризисный момент, Ватикану не подходит. Не подходит решение… Кардинальное решение вот этих двух других таблеточных ножек. Противоречие имеется, и тем больше… Ну, спасибо, спасибо, да. Ну, значит, вы поняли, что это за таблетка на трех ножках? Это, значит, власть в мире, да? Это Ватикан, это умственное… Духовное. Духовное. Духовное оружие, если так прямо просто сказать. Можно сказать, там могло быть и хорошо, да? Могло, могло. Духовный механизм мог быть хорошим, но сейчас его схватили банкиры и и милитарный индустрий комплекс, да? Так что, к сожалению, и Ватикан, и банки, и милитаристы, они сейчас… Одна табуретка на трех ножках. И если… И тут в Литве очень сильна религия христианства. Ее надо реформировать, чтобы избавиться от этой опухоли, да? И это опять можно сделать через солнечный модель Балтов. и просто методикой самоочищения, да? Но в чем смысл? Смысл в том, что есть такая информация, что даже вот Ватикан тогда и имеет всю эту землю. И вот эти банки СЭБ и Светбанк, которые и у вас, и у нас, они не только имеются фамилией Валенберг, которые СЭБ имеет в Швеции, они вроде имеют СЭБ, да? Но фамилия Валенберг находится в одном квартале с езуитским орденом. Значит, езуитский орден находится при доме клана Валенберг, офиса. Это один блок. И, значит, информация из Швеции у меня, что это езуитский орден, который руководит СЭБ банком, да? Так что это Ватикан, который этим концентрационным лагерем, который они тут создали, управляет, да? И это надо все-таки понять, что тогда у них эта информация о наших ресурсах, да? А у нас информации нет. У нас даже нет комнаты, где собраться. У нас даже этой системы иноцитальной, у нас вот нет, это просто все сейчас, да? И, значит, девятый луч – это луч материальных ресурсов нашей Земли, в которой надо нам найти возможность сделать инвентаризацию. Для этого надо опять найти какие-то людей, которые могут этим заняться, да? Вообще-то это не так уж сложно сделать, просто надо делать, как мы сначала сказали, да? Надо фокус поставить на вещи, которые надо делать, а не смотреть сериалы и еще какие-то, может быть, даже хорошие вещи, но которые не доводят нас до контроля наших ресурсов. То результатами. Да. Сейчас, пока мы не достанем обратно наши ресурсы, не надо другими вещами заниматься, да? А мы это можем сделать за несколько месяцев. Это инструмент очень практический. Где-то есть у нас все необходимые институты. Институт геологии, институт ботаники, институт экологии и другие, которые охватывают весь спектр, полный спектр по изучению этих ресурсов. Но, к сожалению, они работают даже и другие. Но, к сожалению, не для нас, не всегда для нас работают. У нас это проблема. И в пункте Конституции, что народ управляет, мы можем потребовать, да? Да, обязательно. Потом, десятый луч, это луч энергетики. Потому что мы тут живем, тут вообще-то довольно холодно у нас климат, да? Нам без энергетики не обойтись. Но тут надо заметить, что мы как-то жили десять тысяч лет тут без всякой энергоэлектричества, да? И жили себе ничего себе. Поживали здорово. Сто лет назад десять людей, десять семей было, десять человек, семья было нормально, да? Расцветала жизнь. И экологическая среда была. А сейчас у нас Балтийское море самое радиоактивное море в мире. Вы это знали? Да. Понимаете, на чего мы поболтали? С этой энергетикой. И сейчас вот наш президент Латвии, который вовсе не наш, а балкирами опять поставлен из финансиальных... Он тоже раб финансиальных слоев. Он приехал сюда и уже подписал с вашим президентом, что они будут строить Висаджинос, да? И там... Ну так. Бывшую Игнолину. Висаджинос. Новую, да? И представьте себе, они сказали, что они от Латвии дадут Литве один миллиард евро на эту жуткую, страшную постройку. Вот там у нас народ умирает, а у них найдется миллиард. Понимаете, как эти банкиры, вещи поставили? Евро. Туда только, да. Из Латвии, где вообще 800 тысяч людей уехало и есть нечего там, да? А у них миллиард найдется. И это... Ну ладно, туда мы сегодня не пойдем глубоко, да? Но это вообще милитарная вещь. Все атомные электростанции это милитарная забава. Там нет никакой энергетической эффективности. Это жутко дорогое и неэкзистенциально уничтожающуюся виду. Значит, поэтому я могу сказать, две недели тому назад или, может быть, десять дней назад в Сейме была, вот мы Таусненькой организовали такую конференцию всех важнейших людей, профессоров, академиков собрали. И была такая конференция, и было высказано, что... Вот почему в Америке и в других странах, может быть, в Игновине то же самое будет, не достраиваются до конца электростанций, и так они будут умирать. Потому что там большие деньги, большая коррупция, все больше и больше денег надо, и никогда не бывает конца этому, и вот еще какая бина. Да, да. И вы знаете, что в Японии все реакторы закрыли. У них было 70 реакторов. Все закрыли? 54 или 55 было? Да, в Японии еще. И у нас в Латвии очень много электричества, у нас есть хидроэлектричество, и вообще не начиная еще говорить о free energy, как это свободная энергия там. Просто закрыта. Физика так... Такая ложь в физике сейчас поставлена. И этот Эйнштейн с этой теорией релятивности, там такая чепуха происходит, что люди просто... То, что Тесла сто лет назад поставил, нам не разрешают просто сделать, да? Я про атомную, вот сразу секретная была вот информация у меня. Я как офицер запаса был так, и мне недоступно было. Ну, нам рассказывали, что атомные электростанции, Игнолина и все эти строятся специально, чтобы во время войны подорвать и сделать радиационную зону непроходимому даже в танках. Ну, ужас какой-то! И вот 20 лет эту информацию нигде не знал, а вот год назад наш Чаколис по телевизору подтвердил такую. Но там зона создавалась на Восточной Германии тоже второй пояс радиации электростанции, подрывается и там не проходит. Это просто бешеный лёд! Это секретное было. Я могу рассказать другую вещь про Игнолинскую и всякие, вот такого типа электростанции. Вот когда этот уран расщепляется, выделяет тепло, так ядро атома уменьшается, и вот всякие отщепки радиоактивные идут, А вот тот самый большой кусок, который остаётся, это радиоактивный плутоний. Слышали про плутоний? А из плутония изготавливают ядерные бомбы. Знаете это? Так вот все такие электростанции, это заводы изготовления атомных бомб. Да? Да, да. Ну там разные люди, но мы не будем больше, больше сейчас не будем, у нас нет времени. Да, забирали и у себя переделывали. И в Либии сейчас используя и урановое оружие модернное, и в Ираке законтаминировали всю территорию, да? Это просто геноцидальный инструмент, это ужас. Электростанции это ничего, ядерная бомба это только спичка. Не говоря уже вообще об этих отходах, эти отходы стоят в бассейнах, и если будет солнечная вспышка эта большая, или не смогут они эти отходы охлаждать, это ведь всё будет твориться, как в Японии. И по всей планете это может пройтись, это будет самая радиоактивная планета. В универсии. Да. Это там тысячи реакторов всё время выматывают отходы, которые в бассейнах стоят и охлаждаются электроэнергией, которая может пропасть при солнечной вспышке на неделю. Это ухо непостижимо, какие бешеные люди сейчас руководят планетой, да? Ладно, пошли дальше. Значит, ночь одиннадцатой у нас обучение. Значит, нам надо создать свой народный университет, где мы об этом можем сразу, скоро обучать, да? Подключайте ваши ресурсы, людей. Делаем интернет, интернетное обучение. У нас уже есть этот видеоканал FreeLatvia, у нас там есть кое-какие курсы, но всё это сделано, ну, как сказать, очень маленькими ресурсами. Надо развернуться профессионально, сделать масштабное всё. И, значит, чтобы обучение было, чтобы люди стали знающими, чтобы их никто больше не мог обмануть. А не так, как сейчас. Обучение просто такое, что люди становятся информацией побитые, да? Абсолютно дезинформированные, абсолютно дезориентированные рабы. И им всё время интересно. Они всё время чем-то интересным занимаются, да? Удивительно. Да? А результаты только в другую сторону, туда, куда эта тройка нас гнёт, да? И, значит, двенадцатый луч – это луч информационного… Тейклс, как это? Сеть, информационная сеть. Это и интернет, и медиа, чтобы мы были в информационной сети друг с другом, чтобы вся наша компетенция входила в этот сосуд, где мы отбираем правы. И я что-то нашла, я сразу могу её туда запустить. Есть какие-то группы, которые проверяют, да? И все видно, всё транспарентно. Всё это мы можем сделать на компьютерах сейчас очень быстро. Только надо подключить людей и ресурсы, да? И, значит, луч тринадцатый, следующий. Как раз народный контроль, чтобы народ контролировал и управлял. Управлял. Это, значит, в Конституции сказано. Это управление народом. А механизм не сделан. Значит, солнечная модель палтов – это механизм. Что мы сейчас сделаем механизм, как контролировать и управлять этой территорией, которая территория наших предков. Их потом и их кровью. Ну, тут опять целый луч. Надо компетентно сделать его, да? Но во всем… В чём тут дело? Что у нас отняли? Потому что в этой системе сделали органы. У власти есть органы, которые делают функцию управления власти. Но они во многом целом приватизированы. Например, Центральный банк. Вы знаете, что это приватная организация? Да? Оно вообще даже не подкорно… Управление… Как это? Валды его как это? Управление из государства. Они управляются государством. Да? Можно. Представляете? У нас официально нет метода обмена плодами наших труда. Это какая-то приватная жайка там. Выставила схему. Потом я покажу вам специалистов. После следующего паузы будет один изумительный специалист, который по-русски сами расскажет, как и что. Профессионально, да? Ну тут, значит, тоже не будем задерживаться, да? Значит, тринадцатый народный контроль и управление. И последний, четырнадцатый луч. Что же вы думаете у нас еще мы не поставили? Самый главный. Самый главный. Самый главный. Какие у вас предложения? Что же мы нам в последний поставили? Ой, что? Любовь. Но он уже… у него шпаргалка! У Йонаса есть шпаргалка! Он у нас уже… он у нас уже… курс прошел. Вот отсюда я шпаргалку беру, да? Самое сложное. Самое сложное дело. Само с утра надо начать. Остальное еще можно сделать. Вот этот вопрос самый сложный. Попробуй еще научить человека любить друг друга. Это не так просто. Это зачем учить? Да. Зачем учить? А так уже естественно, да? Почему никто не учит спать людей? Не знаю. Зачем учить? Вообще-то это не так уж сложно. Мы просто живем… Мы просто живем в системе ненависти. Мы живем в системе ненависти. И в системе… Я это не чувствую. Личный выгод. Эта компания очень хорошая. Личной выгодной. Поставлено этот бизнес концепт, который сейчас ставят в… Высший хульвит. В заведениях. Он просто криминален. Он просто криминален по своему существу. Потому что энергия ноль. Все началось и все закончилось с любовью. Да? Наша жизнь началась с любви. Наши… 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 Родителей. И так же… Вся жизнь на… В универсуме началась с такой-то любви. Высшей силы. Да? Это просто… Это самая чудесная энергия. Эта энергия любви. Эта энергия ноль. Эта база всего. И к ней… К ней просто надо подключиться. Она везде. Это не трудно уж. Просто надо освободить территорию от ненависти и этой системы смерти, которая сейчас поставлена, пирамидальная система. И, значит, мы заменяем пирамидальную систему этой солнечной моделью, которая… Вся модель, она модель любви. Потому что, когда это все балансируется, все лучи становятся инструментами любви. Все эти лучи, которые мы перед этим назвали, они становятся инструментами любви. И это самое-самое натуральное для всех живых организмов. И, значит, это любовь к своей земле, к своему народу, к себе. И только люди, которые уже любят, уже любящие, уже которые… Эту способность в себе активизировали, которые работают, только они могут быть при власти. И потому это будет… И в солнечной модели Балтов-Сиби уже это будет одна… Один пункт компетенции. Это не любящий человек. Как это сделать сейчас? Ни у вас, ни у нас нет… Нет такого… Это не так… Там есть методы… Любящих людей можно… Как это? Атласы… То есть душевно развитые будут… Да. И вот могу добавить, что три образующие силы, без которых ни одно общество не может жить и существовать. Это есть честь, долг и любовь. Без того ничего не бывает на свете. А вот как раз эти три вещи у нас уничтожают. Никакого никто не может иметь. Честь не нужна. Всякие ярства идут. И вот любовь тоже не нужна уничтожать. А почему такое поговорка есть? Любовь слепа, полюбишь осла. Так тоже существует. И так все говорят, что человек любишь, его пелено на глазах, он ничего не видит. Но для того у нас другие лучи есть. Это только одна четырнадцатая часть. Если не было любовь, то наполовину уменьшится население. Видимо, он не нужен так много на шалейке. Но это все враг. И нет никакого там перенаселения. Никаких там 37 миллиардов людей нет. Это все ложь. Всюду меньше становится. Не надо. Так нам его стоит. Никаких там. Никаких. 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 Может быть, начни новую сексу. Новую сексу. Я начну. Контр-шарш скажу. что женщины всегда вдохновляют мужчин, сделают чудеса, но всегда помешают это сделать. Ну нет, я на этой ноте не закончу. Я вас надеюсь, что мы вдохновим друг друга. Мужчины и женщины. Мы сейчас вдохновим друг друга. И мужчины, и женщины. И никакой феминизм тут не будет свести без маскулизма. А маскулизм — это тоже защита мужчин. Главное — равновесие. Равновесие. Ну, это моя компетенция. Я автор тоже теории маскулизма и феминистерного баланса. Гендерной экономики. Но во всяком случае, сейчас мы сделаем, просто чтобы закончить эту секвенцию, закончим ее энергетически. Опять энергетика и любви. И чтобы нам удалось собрать все эти компетенции. И я скажу вам откровенно. Я вас люблю. Я вас безбожно люблю. И я чувствую себя любимой вами. И я знаю, что мы все любимы от высшей силы. И эта энергия у нас есть. И она у нашего народа. Мы богатый народ. И нам это удастся. Все, там никого. Нет, я там есть. Я извиняюсь. Но сейчас оно красное. Ну, все хорошо. Продолжение следует...